Продолжение следует... Пой, Анюта! Пой, тебе говорю! 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 Вот так! Вот так. Нюра, Нюра. Не скучай. О, барышня, барышня, где сэпермедаж у вас тут? Че это с ней? Пуганные какие-то все в столице. Да. Слушай, Ваня, Энзенштейн, говорят, сейчас биомеханику преподает, а мы не знаем, что это такое. Ой, Гриша, какая биомеханика? Мы с тобой уже три спектакля поставили. Убивайте меня. Так. Это что? Ну-ка, отдавай, что наторговала. У меня ничего нет. У меня нет ничего. Я еще ничего не наторговала. Самим есть нечего. Деньги отдавай, сука Непманская. Зарежу. А-а-а! А-а-а! Пустите! Эй! Ты чего? А ну-ка! Ты чего? На! Не nada. Девушка. Девушка. Девушка, дожди, подождите. Девушка, дайте, делайте. Вы что делаете? Володец. Да вы чего? Тёфuerый богике? Да подождите меня убить! Да показывай мучка. Да-а! Да подождите её, что творится. Пропустите. Пропустите, отпустите. Ты совсем дура, что ли? Але не нормальная, Гриша. Пойдем отсюда. Дура! Да, дурак! Сегодня мы не пройдём, там желающих поступить сколько, видишь? Может завтра. Ну что, сдала? Не сдала, не прошла я. Из Эйнштейн просто зверь. Всех рубит. Не уезжай, ты мой голубчик. Печально жить мне без тебя. Дай на прощанье обещанье, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня. Что любишь меня, что любишь меня. Так, всё-всё, достаточно. Спасибо. Вас как зовут? Ольга Иванова. Оля, знаете что, я думаю, вам лучше показаться в музыкальный театр. Угу. Спасибо. Спасибо. Хотите, я могу показать вам ещё гимнастический этюд. Нет, нет, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Не расстраивайтесь. Сумочку. Следующие, проходите по одному. Здравствуйте. Подождите, подождите, я же говорю, подождите, по одному. А мы вдвоём. Сергей Михайлович. Это что, почему? Потому что уральские мы, однокашники, только что с фронта. Ага, мы так и договорились, чтоб вместе. С фронта, это хорошо. Как зовут? Иван, Пырьев, Григорьев, Александр. Ну, хорошо. Проходите, там раздевайтесь и идите на сцену. Ага, спасибо. Итак, Александров, вы на арене цирка. Парад «Але». За вами идут клоуны, собачки, львы, лошади, акробаты. Показывайте всех. Начали. И… ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА-ТАРА! ТАРА-ТАРА-ДА! Ха! Что там? Что вы хотите посмотреть-то? Что вы хотите посмотреть-то? Ой, а что здесь? Карточки отоваривают? Здесь театр пролит культа. Артистов принимают. Чего это? На, оп! Ещё-ещё! Всех показывайте! Да ладно, хорошенький! Ну, в общем, вот так! Да, всё! Ну что ж, неплохо-неплохо! Неплохо! Сергей, принесите, пожалуйста, нам воды! Сейчас! В цирке бывали? Я там работал. Кем? Акробатом, канадоходцем. Ну, там, боксировал немного. Хе-хе! Бокс? Да! Бокс — это хорошо! Да! Снега наберите кто-нибудь, а то воды нет! Ой! И никому что делать! Ой! Оля! Товарищ, не заставит ли вам труда приглядеть? Ладно, посмотрю. Биомеханикой занимались? Чем? А! Да! Биомеханика! Конечно! И раз! И раз! А! Биомеханика! Биомеханика! Неплохо, неплохо. А теперь вы — зеленый треугольник. А вы — квадрат, но не обычный. Серобуромалиновый в крапинку. Начали, начали! А я уже зеленый. Ежедневно! Ха-ха-ха-ха! Хэ-хэ! Ха-хэ-хэ, тушь-тушь-тушь-тушь-тушь-тушь! Ха-ха-хэ. Стоп, стоп! Теперь треугольник растворился в воздухе и улетел. А квадрат провалился сквозь землю. Это кто? Почему посторонние в зале? Ты кто? Абитуренка? Я просто снега принесла. Спасибо. Она снега принесла. Снега принесла. А барышня-то не дурна. Стишок знаете? Стишок? Я Александра Сергеевича Пушкина знаю. Евгений Онегин. Начинать можно? Начинайте. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Не мысли гордый свет забавить? Вниманье дружбы возлюбя? Хотел бы я тебе представить, залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Ну, так и быть. Рукой пристрастной при незабр... Достаточно, достаточно. Любушка, вы приходите на следующий год. Выучите стишок, басенку. Вас как зовут? Любушка и зовут. Дальше знаю, могу до конца. Нет, нет. Все, посмеялись, посмеялись и хватит. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, орлы, а вы стихи знаете? Есть. Закурите. Махорку будешь? Конечно, буду. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, от черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая тучам. Все, все, достаточно. Нам, Гагарам, недоступно. Декламируйте неплохо. Звать не надо. Что еще умеете? А все умеем. Мы в театре работали, при политотделе третьей армии. Я вот спектакль оставил. Ставили? Че это мое сердце? Режиссером хотите быть? А чего бояться? Хочу. Да и я тоже. Ну, и что ставили? Мистерию Буфф. А, на, читали рецензию. Пустозвон называлась. Ну что? Принято оба. Жить есть где? Да так. На вокзале обретаемся. И вот, по углам. Вас поселят в общежитие. Пойдете в библиотеку. Возьмете, запоминайте. Антон Палыч Чехов. Письмо к брату Николаю. Законспектируете и сдадите мне зачет. Завтра же. Все ясно? Самородки. Завтра же? Мы вообще-то Чехова знаем. Читали. Ага, норовистый. Уже характер показывает. Документы какие есть? Ну, вот только красноармейские книжки. Красноармейские книжки только. Давайте. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Ну что, красноармейцы, смирно! Кругом! Шагом марш в искусство! Ну, давай, готовь следующую, раз. Слышь, а ты чего другую фамилию-то сказал? Ты же Мармоненко. Был Мармоненко, стал Александром. Новое имя, новая жизнь. Восточная мудрость. Слышал, Вань? Туришь, Гришка. Надо же. Александров. Ой, Оля, привет! Ну что, читала Эйнстейна? Ну, пела. Не подошла. Он вообще всех рубит. Жалко. Ну, а ты как? Срезался? Да нет, принят. Даже красноармейскую книжку уже забрали. Как-то вы сразу, Сергей Михайлович, это лохматый вообще ничего не декламировал. Так ведь типажи какие. Сели. Куда? Мест нет. Клади рядом со мной, натопчаны. Нельзя таких упускать. Они тут же к Таиру или Станиславскому сбегут. Из них жизнь прет, бьет ключом. Это просто животный магнетизм. Звери. Сели куда хочешь. Ну, хорошо. А Ваня? У нас обоих взяли, даже без экзаминов. Оль, ты не волнуйся, ну не волнуйся. Ты в следующем году обязательно поступишь. Обязательно! Я в этом поступлю. Вот увидишь. Оль! Мармоненко, а что ты здесь делаешь? Тебя там друг ждет. Идемте в общежитие. Александров! Оля! Ну, Оль! Александров? Мармоненко. Мармоненко. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы кто? Берзин Андрей Гаспарыч. А вы кто? Ой, извините, я, наверное, ошиблась. А, барышня, погодите, а что это у вас? Молоко? Давайте я куплю. А где Нина Львановна? Она у меня обычно молоко покупает. А она уехала? Врать сначала научитесь, выселили, поди чин какой-нибудь, пролетарский. Поди чин какой пролетарский, а что? Ничего, не буду я вам молоко продавать, проходимцы. То есть как, барышня? Погодите, почему не будете? Думаете, вам счастье будет людей на улицу вышвыривать? Не будет. Барышня, погодите. Куда вы? Стойте! Барышня, погодите. Что? Тихо, не ори. Ты знаешь, кто теперь в этой квартире живет? Ты посмотри на нее. Смелая какая. Какая и есть. Пустите. Пустите, сказано. Тихо. Так. Давай у тебя щас. Вот, держи за храбрость. Тебя как звать-то? Ты мне не тыкай. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Меня Люба зовут. Орлова. Или откуда вы беретесь такие, Орловы? Бесстрашные. Оттуда. Из прошлого. Вам этого не понять. Вперед, в светлое будущее. Товарищи. Товарищи. Не устали? А? Хорошо везете, говорю. Как барабансон. Спасибо. Барабансон? А кто это? Конь. Тяжеловоз немецкой породы. У нас у бабушки в имении были. Прям не могу поверить, что он нарком. Уточняю. Заместитель наркома. С вами Люба. Я готов пройти еще километров сто. Можно я вас навещу? Еще раз. Зачем? Вы так прекрасно молчали всю дорогу. А вдруг я вам стану чем-нибудь интересен? Вы кто? Экспроприатор. А нас вот такой же вот из квартир-то выселил. А вы здесь живете, да? Да. Существуем. Квартируемся у прислуги. Ага. Помогите. Вы сама не понимаете, какая вы. Любовь. Давайте-давайте. Хоть убейте, но утром я тут. Зачем, товарищ Берзин? У нас с вами ничего общего. Прощайте. Не гоните меня. Пожалуйста. Прощайте, говорю. Мама. Люба, да сколько ж можно ждать? Ночь на дворе. На. Мы же волнуемся. Ну, Люба. Ну, 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 что… Вот стоит. Кто? Замнаркома. Замнаркома? Я ему все молоко продала, а он увязался. Ой, господи, не вздыхай. Что-то он какой-то немолодой. Замнаркома. Да мне с ним детей не крестить. Хочется ему, пусть стоит. Все продала. На Палашевске сходила, картошки и лук купила. Мороженое, правда. И еще посмотри, что там есть. Кусок сала. Ну, нам. У нас сегодня пир. Маме отказали вместе. Халязин говорит, что больше не нуждается в гувернантке. Французский язык и фортепиано детям нынче без надобности. Плачет? Плачет. А у папы что? Он ходил в депо? Ходил. Вон. Пьет, сидит. Сказали, еще раз придет, в ГПУ сдадим. Как враждебный элемент. Ричка, аж кеннишевское училище с отличием. Я специалист, я инженер. А им, им не нужны инженеры. Петя, остановись, прошу тебя. Не вижу смысла. Сам погибнешь и нас погубишь. А зачем такая жизнь, а? Мама, Любочка, мы тут переволновались. Давай, помоги. О, вот кто нас спасет. Любонька, Любонька. Вся в мою маману. Пока ни за что не сдастся. Потому что характер. Женечка, ты женщина молодая. Ну, ты не теряйся. Ты еще замуж выйдешь. Что ты несешь? Как тебе не стыдно? Девочка моя, ну, вы не ссортитесь. Папа. Не ссортитесь. Не надо. Вы Любу держитесь. Она вас вывезет. Пойдемте, пойдемте. Ты прости меня, Люба. Сейчас платье можем. Ну, сломался. Ну, тряпка. Простите меня все. Простите. Я должен был увезти вас в Париж. Папа. А что мы здесь? Что мы здесь? Я Тенишевское училище. Пойдем. Какой Париж. Погиб. Спит? Спит. Как теперь жить дальше? Где? На что? Пайкань. Не понимаю. Хорошо хоть корова есть. Хоть что-то. Мама. Зачем вы меня музыке десять лет учили? Чтоб коров доить. Завтра пойду на работу устраиваться. Куда? Ну, кто тебя возьмет, доченька? Мы поражены. Таперым пойду. Синематограф. Я узнавала. А как проведают, что Гульденвейзера закончила консерваторию? Начнутся вопросы. Что скажешь? Нельзя жить и бояться всего. Пойду вон на свадьбах музицировать. В ресторанах тоже хорошо. Ой, и в ресторанах тоже. Точно больше денег заработаю. Сидят две Белошвейки. Ой, доченьки, доченьки. А если отец так дальше будет пить, он умрет. О, доченьки, доченьки, доченьки. Доченьки, доченьки. На утро. Всем студентам. Ложитесь, ложитесь. Железная воля. Я бы сразу съел. А утром что? Ну, он, ну, он, поклянись, что никому не скажешь. Чего? А меня сегодня чуть вору не зарезали, чуть все деньги не отняли. Господи, царица небесная, я же тебе говорю, давай будем молоко вместе развозить. Да потом, оказалось, не воры, актеры в театр поступают. Вот. Я не поняла, кто, воры или актеры? Дорога, да все. Эти как налетят, один кричит. Мы не воры, мы не воры, мы актеры. А этот вор достает вот такой тесак, вот такой. А я ему, ах так, и половинка как дам. И он улетел, пола лежит, не дышит, умер. Ах, я как, заору? И он потом убежал. Карточки всему курсу. И на вашем месте я бы разделся. Негоже спать в одежде. Сергей Михайлович, ну, холодно же. Все. Да. Всем спать. Александров, ложитесь. Хорошо, хорошо. Ну-ка, тихо там. А я одному все пуговицы на шинель оторвала. Видала? Я ничего не поняла. Такие два красавца, два блиных богатыря. Касая сажень, в плечах, пересвет и ослябе. А потом они к Эсенштейну поступали. Ты знаешь, как он на них орал? Ты кричит, треугольник, треугольник. А другому давай ты серо-буро-малиновый квадрат. И один треугольник, а второй квадрат. А потом он на него кричит, прыгай в окно. И он так, вылетел и растворился. Представляешь? Он Эсенштейн. Куда ему в окно-то? Он же ученик Мейерхольда. Ему нужно трупы набирать. Актеров. Объясните. Это моя пейка, Сергей Михайлович. Чужого не брал. Просто есть очень хочется. Не совладал, извините. Что читаете? Письмо Антона Павловича Чехова брату, как вы и сказали. Заселил его без очереди, кровать поставил. А он еще и чавкит, всем спать мешает. Что ж, вставайте, читайте для всех. Тут много. Все читайте. Много не мало, на пайку хватит. Читайте. Антон Павлович Чехов. Письмо брату Николаю. Москва, 1886 год. Я актрисой буду, наверное. Угу. С чего это ты, актрисы-то будешь? Я видела, как они поступают. Мы с тобой лучше них всех, эти треугольники и ромбики покажем. Я их там вообще всех уложила. Выхожу на сцену. Говорю, здравствуйте, Люба. И читаю ему всего Евгения Онегина. Не мыслю, гордость, не забывай. Да я быстрая. Он так плакал. Нонка, он так рыдал. И смеялся. Ну, в общем, Эзенштейн был в восторге. А че же он тебя не взял? Нона. Ну, а куда я вас всех с коровой Нюрой? Ну, вот что делать? Пришлось отказаться. А ведь рождена актрисой. Жалко. Маме только не говори. Расстроиться. Брат мой, ты одарен свыше тем, чего нет у других. У тебя талант. Недостаток же у тебя только один. Твоя крайняя невоспитанность. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Второе. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой от того, чего не увидишь простым глазом. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвер... Ну, давайте, давайте. Вам экзамен сдавать. Четвертое. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже по пустякам. Пятое. Они не уничижают себя с той лишь целью, чтобы вызвать сочувствие в другом. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Пятое. Шестое. Шестое. Они не суетны. Спасибо. Шестое. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Делая на грош, они не носятся своей папкой на сто рублей. Даже Крылов говорил, что пустая бочка слышнее, чем полная. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Для него они жертвуют покоем, женщинами, суетой, вином. Они гордятся своим талантом. Восьмое. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене клопы, дышать длинным воздухом, шагать по оплеванному полу. Они стараются по возможности укоротить облагородить свой половой инстинкт. Не смотри на меня так. Как? Как ведьма. Сейчас. Я один. Я один. Лев, я прошу, не надо. Лев, я прошу. Не надо. Не надо. Лев, я прошу тебя, не надо. Не надо. Люба. Тсс. Сушеный. Ряженый. Никому не нужны. Девятая. Забыл. Что-то про женщин было. Им нужны от женщин не постель, не лошадиный пот. Да. Им нужны свежесть, изящество, человечность. Они не трескают по ходе водку, ибо знают, что они не свиньи, ибо им нужен в здоровом теле здоровый дух. И десятая. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую ты попал, недостаточно прочесть Пиквика и выучить монолог Фауста. Тут нужен каждодневный, дневной и ночной труд. Постоянное чтение, штудировка и воля. Тут. Тут дорог каждый час. Антон Павлович Чехов. Все слышали? Слышали? Слышать мы слышали, но жрать-то все равно хочется. Сергей, раздайте хлеб и сало артистам. О, отлично. Хорошо. Это 10 заповедей, на которых будет стоять наш театр, на которых стою я, Сергей Изенштейн. Суженый, Ряженый, приходи ко мне ужинать. Суженый, Ряженый, расскажи мне судьбу мою. Приходи ко мне ужинать. Приходи ко мне ужинать. С ужина-ряшник! С ужина-ряшник! Приходи ко мне ужинать! И тут из ночной мглы Аляски к салону вынырнул бродяга! Много месяцев он был один, а в салоны собирались самые красивые женщины. Грубиян Джек любил Джорджу, но он не знал к ней подхода, понимая, что он ей не пара. И это очень злило Джека. Все, что не делал Джек, не нравилось Джорджи. Она была конченой на дуру Аляски. Грубый, неотесанный, старатель. Он был богат и сорил деньгами. Ах, если бы я могла встретить хорошего человека, и даже бедного, я бы ему все отдала. Но где он? А потом Джорджи сказала, я обязательно встречу его, и он будет умный, утонченный, мудрый и очень красивый человек, а не так, как этот грубый, неотесанный Джек. Эй, ты, хочешь потанцевать? Я? Да-да, бродяга был на краю блаженства. Ну, тут в нашу историю ворвалась. Да нет, не идиотка. Собака, 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 а потом кошка. И все мечты нашего, бродяги, были разрушены. Переходим ко второй части. Люба, ах, нет, Любочка, нет, Любаш, Любушка, да, Любушка, я, я, что я, 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 я агроном, что я. Любовь Петровна, можно вас подвезти? Это вам. Андрей Гаспарыч, вы ходите на каждую фильму, мне право, неловко. А я вот вас увижу, и душа отдыхает. Мась, помогает. Вы знаете, я тут в Париже был и привез. Еще. Возьмите. Не возьму, я тут узнала, какая она дорогая. На золотые рубли куплены. Любовь Петровна, я бы вам все отдал. Все золотые рубли России. В конце концов, может зам наркома земледелия сделать подарок любимой. Простите, заняться здоровьем барышни, которой благоволю. Короче, возьмите. Послушайте, зам наркома, извините, но вы, так не может больше продолжаться. Любушка, милая, понимаю, я агроном, практик. Я старше вас. Вы натура возвышенная, но помыслы мои чисты. Я не могу смотреть, как вы живете. А что? Вы достойны лучшего, и я могу вам это предоставить. В конце концов, мы не для того делали революцию, чтобы такие, как вы и ваши родители, во всех смыслах достойные люди прозябали в бараках. Выходите за меня, Любовь Петровна. Простите, пожалуйста, зам наркома, агроном, практик, я помню. Вы больше сюда не ходите, но вы мне работать мешаете. Я? Да, и играть мешаете, вы каждый день. Вы мне жить мешаете. Вы мне жить мешаете. Любовь Петровна. Любовь Петровна, куда вы? Трамваи уже не ходят? Мои ходят. Всегда. Поехали. 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok